В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконной добычей биоресурсов и несанкционированных точек продаж рыбной продукции. Основное внимание было уделено состоянию дел в рыбохозяйственном комплексе края, а также мерам, которые принимаются по борьбе с нелегальным оборотом биоресурсов. Участие в заседании, которое провел председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу, приняли представители правоохранительных органов, первичной службы, регионального управления федерального агентства по рыболовству, рыбодобывающих компаний и оптовых организаций. Отмечалось, что Хабаровский край в этом году демонстрирует хорошие показатели добычи. С января по сентябрь предприятия рыбохозяйственного комплекса выловили более 320 тысяч тонн водных биоресурсов. Это на 15% или 42 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличены объемы лова сельди, кальмара, тихоокеанских лососей, наваги, крабов. Это позволило на 20% нарастить поставки продукции на внутренний рынок, расширить количество участков проекта «Доступная рыба». Так, в краевом центре дополнительно организовано более 50 точек реализации. С начала года в торговые сети поставлено около 930 тонн рыбы и рыбной продукции, которые по средней цене около 100 рублей за килограмм можно приобрести на ярмарке выходного дня, в торговых сетях «Трикота», «Любимые продукты», «Самобранка» и других местах. Цену мы сохранили на уровне прошлого года. Отмечает заместитель председателя комитета рыбного хозяйства Министерства природных ресурсов края Андрей Шведов. По его словам, растут и объемы инвестиций в модернизацию производственных мощностей, а также налоговая отдача предприятий и отрасли. С начала года рыбодобытчики перечислили в краевый бюджет около 950 миллионов рублей. В ходе заседания также были подведены итоги профилактической операции «Путина». Отмечалось, что в Хабаровском крае усилена борьба с незаконной добычей биоресурсов. По сравнению с 2015-м в регионе было выставлено больше рыбоохранных постов. К рейдам активно подключались общественные инспекторы. В результате с начала года было заведено около 180 уголовных дел в отношении браконьеров. Изъято около 450 орудий лова. В то же время участники рабочей группы сошлись во мнении, что в Хабаровском крае не становится меньше несанкционированных точек продаж рыбной продукции. Помочь контрольным органам бороться с предпринимателями-нелегалами должны поправки в краевое законодательство, предусматривающие увеличение штрафов. Эта инициатива уже внесена на рассмотрение Думы Хабаровского края. Нам необходимо выстраивать более четкое взаимодействие всех контрольных структур, подключать руководителей муниципальных районов к этой работе. Изменения в законодательстве, несомненно, нам помогут в решении этой задачи, сказал Николай Крецун.